Всем привет! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. И не удивляйтесь, что речь пойдет о книге, несмотря на название видео. Если вы досмотрите ролик до конца, вы все поймете. В какой стране вы в крайний раз были? Куда путешествовали? Для меня путешествие это то, что сейчас помогает переживать медвежий рынок без лишних нервов. Кроме этого, я люблю сочетать их с книгами. Буквально пару часов назад, находясь в такси, я начал читать новую книгу. Конечно, до конца ее прочесть я еще не успел, но выводы некоторые сделал, и в этом видео хочу с вами ими поделиться. Эту книгу написал перуанский экономист Эрнандо Де Сотто, которому сейчас 77 лет. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на западе и терпит поражение во всем остальном мире? Мне ее посоветовал хороший друг, и я пока что не разочаровался. Я советую прочесть ее тем, кто хочет разобраться в капитализме в США и на западе, чем он отличается от опыта стран Южно-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и вообще всех развивающихся стран. Эрнандо выражает свое удивление неразвитостью таких государств. Именно поэтому книга называется «Загадка капитала», потому что действительно большой загадкой остается успех капитализма на западе, а люди, например, стран Латинской Америки не могут достичь таких же успехов. Почему они не в состоянии обратить свою собственность в капитал? Без сомнений, большинство таких стран, как говорится, дружелюбны к бюджету западных туристов. Например, Украина, где люди каждый день суетятся, пытаются заработать, трудятся постоянно, чтобы прожить хоть как-то. А приезжает мой друг из Германии и говорит «Вау, у вас такая дешевая страна, я бы здесь жил». Возвращаясь к книге, я уже кое-что освоил, прочитав лишь одну главу. И самый главный вывод, что я уже успел сделать, вытекает из прочитанной информации о том, что на Западе, в частности США, ты можешь легко представить свои активы менее абстрактным образом, в бумажной форме, например. Таким способом ты можешь заинтересовать сторонних инвесторов и начать зарабатывать. Не нужно долго думать, чтобы проследить эту аналогию с блокчейном. Блокчейн и криптовалюта непосредственно могут сыграть огромную роль для населения развивающихся стран. А именно криптоиндустрия дает возможность людям представить свои активы так же, как и капитализм в США. Причем представить в легко проверяемой и хорошо защищенной форме, а именно в блокчейне. Это невозможно обмануть или украсть. Даже власти не смогут это сделать. Стоит заметить, что это даже не локально, это глобально. Как по мне, для развивающихся экономик это может быть еще одним способом совершить большой прыжок вперед. Это может стать своеобразным выходом из зоны стагнации и ежедневной серой рутины, в которой люди этих стран находятся. А для людей это способ безопасно, защищенно и прозрачно представить свои активы, привлечь инвесторов не только своей страны, но всего земного шара, получая и аккумулируя капитал в таком русле, в каком капитализм собственно и должен работать. К тому же криптовалюты начинают использоваться в частности для обхода санкций со стороны тех же штатов или для уклонения от других видов ограничений. Яркий пример это Венесуэла. Есть еще один аспект этой книги, который мне понравился. Это способы того, как население развивающихся и бывших социалистических стран копит свое богатство. Эти способы монументально отличаются от западного опыта. У населения развивающихся стран огромная сумма сбережений, во много раз больше, чем суммарная иностранная помощь и иностранные инвестиции в эти страны. И я думаю, что это станет чем-то большим в скором времени. Как раз таки из-за способов накопления людьми этих стран, земли, бизнесов, недвижимости и других видов активов. Если у этих людей появится возможность четко и прозрачно презентовать то, чем они владеют, то есть свои активы, на блокчейне, вы вообще представляете, сколько богатства появится в центре внимания? Сотни миллиардов долларов, если не триллионы. Любая криптовалюта или блокчейн-проект, что будет направлен на осуществление этого, поможет населению таких стран переступить через эту кучу стагнирующих экономик и открыть двери глобальных финансов. А для криптовалюты это будет только огромный, огромнейший плюс. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно комментируйте, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылки на мои ресурсы будут в описании под видео, как обычно. Скоро увидимся.